Добрый вечер всем! Сегодня у нас 4 января 2023 года. Время у нас 8 часов 40 минут. Ну и я немножко, знаете, чуть-чуть, как говорится, оклемалась. И сегодня, думаю, надо, ну, опять небольшое видео для вас сделаю. Так, знаете, просто немножко информации у меня накопилось, но небольшой такой совершенно ни о чем. Но все равно хочется сказать 2-3, как говорится, слова. Ну, первое, я хочу поблагодарить вас. Большое вам спасибо за такое участие. Знаете, что вы, в общем-то, так участливо отнеслись к тому, что я пожаловалась, что недомогаю. По-видимому, действительно, это какой-то, знаете, ну или грипп, или я не знаю, что это такое. Может быть, какая-то еще болезнь. Вот, ну, короче говоря, видимо, какая-то простуда. Потому что, во-первых, у меня такая, знаете, жажда какая-то странная. Мне все время хочется пить, а потом у меня, знаете, болит, побаливает так голова. Видимо, это все-таки грипп. Но нету никаких других симптомов, ни насморка, ни кашля, пока ничего нет. Ну, правда, я начала принимать, так это, скажем, регулярно, 2 раза в день. Я начала принимать парацетамол. Вот, потому как во Франции, по-моему, кроме как парацетамола, ничего больше и не дают. Вот, не выписывают. У меня просто был, остался, я думаю, дай-ка я его попринимаю. Ну, потому что, как-то правильно заметили и написали, что, оказывается, сейчас какой-то вирус гриппа ходит, странный довольно-таки, не имеется озноб, но не имеется температуры. Может быть, как раз это у меня в моем случае. Тоже, знаете, долго думала, вспоминала, где я могла простудиться. Вот, прямо, знаете, думала, с кем я контактировала, но вроде никого нигде и не было, ни с кем не контактировала. Все вроде были в полном здравии, как говорится. Вот. Ну, ничего, знаете, вчера поговорила с вами, снова улеглась в постель, и, вы знаете, проспала до 9 часов утра. Причем не принимала ни снотворное, ничего, просто вечером включила, опять же, фоном аудиокнигу. И вот так, знаете, в полудрёме, в полу, как говорится, сознании слушала эту аудиокнигу. Вот. Сегодня днём, кстати, тоже сделала себе, устроилась и сейчас, что это крайне редко у меня бывает. Ну, опять какая-то усталость. Видите, к вечеру начинает как бы кости, ну, ломит кости. Вот, такое, знаете, состояние неприятное довольно-таки. Ну, видимо, всё-таки это вот где-то грипп подцепили. Ну, или грипп, или ещё что-то такое. Сейчас, знаете, такие странные заболевания какие-то стали. Ну, а потом, в конце концов, видите, ещё грешу на то, что погода, она всё равно сырая у нас, эта сырость. Не холодно, ничего, а всё равно выскакиваю, бывает, и во двор, и из дома, с тепла выскочу, прискочу, как говорится, и, может быть, где-то что-то меня просто продуло. В общем, не знаю. Вот так. Лечусь потихонечку так домашними средствами. Это мёдом, какао, то есть вот так. У меня, знаете, как-то хорошо помогает какао. Я и себе всегда какао делаю, и жалю, когда он болеет. Он, кстати, сегодня у меня, я его привезла. Мы с Райко съездили за ним где-то, ну, примерно часов в 12, наверное, в 11 он нам позвонил, говорит, забирайте меня. Ну, и у меня Райко ещё, знаете, такой довольный, радостный. Он любит со мной везде ходить. Ножки свои, собачьи лапки подал мне для своей кофточки, жилеточки я ему одела. В общем, такой хорошенький. Одела ему жилеточку, и мы с ним пошли, поехали, вернее, на машине, поехали встречать Жан-Люку с его охотой. Вот, то есть вот так у нас сегодня, кстати, ещё и погулять сходили, немножко ещё пробежались по парку, тут до парка дошли, прогулялись в парке. Причём, знаете, гуляла, ну, правда, очень тепло была одета, всё равно, думаю, надо подышать немного. Посмотрела ещё, уже так, знаете, у нас, ну, дождливо такое, знаете, не то чтобы дожди, но такое, знаете, чуть-чуть моросит, в общем, такое, какая-то погода такая. Не то чтобы мокрая, но она какая-то влажная, вот, ещё на деревья посмотрела, такие, знаете, причудливые какие-то, такие все, какие-то тёмные такие стоят, в общем, такое немножечко, знаете, удручающее состояние. Ещё посмотрела, там лошадка с осликом в этом парке гуляют, ну, снимать, естественно, не стала, думаю, ну, что их снимать каждый раз, одно и то же, вот. Ну, вот такие вот, в общем-то, у нас вот так вот всё, как бы, а за молоком ещё сегодня съездили, вечером поехали, там как раз коров доили, молока купили из-под коров, в общем, такими вот делами-то и занимались. В основном-то я, конечно, сегодня, в основном, это и сейчас себе сделала сиесту, и вот слушала аудиокнигу. Что хотела сказать по аудиокниге, по той книге, которую я, наконец-то, сегодня закончила, прослушала. Я уже, как-то тут в одном из видео, кстати, сегодня получила тоже от Тамары, она мне порекомендовала тоже, моя подписчица Тамара, она порекомендовала прочитать ремарка, о любви ремарка и Гитрих. Ага, кстати сказать, тоже никогда не читала, вы знаете, как-то вот этого автора вообще пропустила, упустила. А вот сегодня закончила «Три товарища», кстати сказать, и вы знаете, я была так поражена, я была прямо, знаете, настолько там такой печальный конец, кто читал или кто хотел бы перечитать, и в таком, знаете, такая музыка сопровождает, в общем-то, так интересно читает автор это произведение, что мне очень, в общем, очень понравилось, так взяло, знаете, меня за душу и за сердце. Конец очень оказался печальным. Я еще подумала, думаю, надо же, писалось это где-то примерно, ну, я так думаю, до Второй мировой войны действие происходит в Германии. Я так понимаю, что период такой тоже тяжелый был, тоже, видимо, какая-то депрессия у них там была, ну, имеется в виду в их стране в то время, да. И, как я понимаю, очень, в общем, короче говоря, я так прочувствовалась, но в то же время люди, некоторые люди оставались людьми, там есть, имеется место и такой, знаете, большой крепкой дружбы и любовь, знаете, такая чистая-чистая любовь. О том, что сейчас уже, знаете, очень, как говорится, трудно сказать, что кто-то бы сейчас, сейчас бы вот на такую дружбу рассчитывать, и на такую любовь уже, наверное, я не знаю. Я уже таких людей, наверное, сейчас бескорыстных, как говорится, даже, наверное, уже, ну, не знаю. Во всяком случае, наверное, есть, наверное, есть. Но как-то мне вот в последнее время, знаете, не встречались такие люди, чаще какие-то, знаете, эгоисты. Вот. Дальше что еще хотела сказать по комментариям? Тоже, знаете, ну, пока меня никто не тревожит, потому что заблокированные заблокированы у меня, и слава богу, это я о плохих комментариях. О таких, знаете, комментариях там вот у меня проскальзивает, видимо, женщина одна нам рассказывает, там пишет о том, о французах она там комментирует, пишет. И, в общем-то, знаете, тоже меня так на размышления, на такие, как бы, опять же, привела меня к размышлениям о французских мужчинах. То есть несколько слов опять скажу, наверное, прежде чем, прежде чем снова пойти спать. Вы знаете, к таким размышлениям, что все-таки французы, французы, они очень и очень экономные. Знаете, не хочется говорить слово жадные, но экономные они очень. Я так стала, знаете, прокручивать, продумывать все снова, это, знаете, вот всех, кого я знаю, как они себя, их поведение, как они себя ведут. Да, они любезные, да, вроде они добрые, да, они хорошие, но, знаете, свою выгоду они все равно, конечно, не упустят. Вот. Поэтому, конечно, они в какой-то степени, да, они очень и очень экономные. Очень экономные. Вот. Ну и еще, как бы, хотелось сказать, такое, знаете, наверное, такое, как бы, ну, может быть, для тех, кто в поисках, кто хочет найти вторую половину и прочее. Вы знаете, тут вчера, да, вчера мы созвонили с одной из моей уже давней знакомой. Она уже давненько живет во Франции, довольно-таки давно. Возрастом она, ну, лет на 10, будем говорить так, меня, наверное, постарше. Вот. Вот. Что-то вчера с ней разговорились, а до этого она была замужем за француза, за французом долгие годы. Ну, уже в таком возрасте с ним, как говорится, поженились, сколько-то прожили лет, довольно-таки долго. А потом она разошлась, нашла другого француза. Ну, и вот сейчас мы с ней стали говорить, она говорит, я снова его оставляю, наверное, снова начну, ну, поиски, то есть опять зарегистрировалась на каком-то сайте на местном. Ну, и говорит, снова я уже несколько встреч ей назначена. Вот, понимаете, к чему это я говорю? К тому, что нельзя опускать руки в любом возрасте. Вот. Это, считайте, она оставшими лет на 10, да точно, а может и поболее того. Ну, она, правда, такая женщина энергичная, знает, что она хочет, в общем-то, она тоже не может жить одна. То есть, ну, она могла бы, как всем, ну, конечно, если вот, допустим, нужно будет, мы будем жить одним, но предпочитает предпочтительнее для нее жить с мужчиной. Так вот, она мне говорит, я снова в поисках, снова, значит, буду искать. Вот. До этого она вроде нормального мужчину, все хорошего встретила, но потом, говорит, стали мы с ним жить, сколько-нибудь, года три, наверное, были вместе. Столько тоже оказалось, знаете, нюансов. Она одним словом его охарактеризовала. Он жаден. Он, говорит, очень-очень жадный. То есть, ну, просто уже, у нее даже первый муж ее французский, он, говорит, не был таким жаден, как вот этот, с которым они начали жить. И еще для нее, естественно, как для женщины уже такого возраста, ну, более старшего, чем я, если уже даже для меня это предпочтительнее, допустим, замужество, предпочтительнее, там, брак, пакс или, я не знаю, что-то. Вот. Естественно, для нее это тоже, но, как она мне сказала, там, говорит, даже ничего об этом не говорит. То есть, ему удобно, ему удобно, что она хорошо готовит, она отличнейшая хозяйка, все готовит, чистоплотная такая, вообще классная. У нее кухня вообще идеальная, идеальная, я имею в виду блюдо, там, готовка, это вообще она, это ее любимое такое занятие и дело, вот. То есть, даже при всем при этом, как говорится, он ни копейки на нее потратиться, ну, в общем-то, не хотел и не хочет. То есть, очень такой, такие, знаете, жадноватые, вот так скажем. Ну, наверное, не все, наверное, не все, но в массе своей, да, вот стала прямо думать, размышлять, думать, что, правда, ведь все они имеют какие-то деньги, у всех у них что-то есть, но в то же время все они вот так, вот, знаете, стараются экономить. Как правильно мне было подмечено в комментариях, с местными женщинами, с француженками, у них такие дела, ну, не проходят. Вот. На самом деле, такие мужчины тут никому тоже не нужны. Наверное, очень хороших мужчин, которые делают все и которые щедры, таких, скорее всего, их и разбирают, вот. А таких вот, которые, которые, вот, жадничают, они, наверное, и сидят на сайтах знакомств. Ну, в общем, не знаю, потому что вот она мне сказала, говорит, выбирала, выбирала, и опять вот три года прожила, и вот опять оказалось, что мужчина-то, ну, жадный. Прямо, говорит, очень-очень жадный. А если, говорит, что-то, ну, допустим, какую-то денежку даст, то потом как бы просит вернуть обязательно. То есть вот так. А то, что там ее труд, она там ухаживает за ним, тем более он больной, болеет, говорит, помогает ему там в работе, еще что-то. Он еще работает, этот мужчина. Да, говорит, я по работе ему помогала и прочее, а он это не считает какой-то помощью. То есть к тому, что вот поговорили тоже с ней, а я говорю, знаешь, ну, наверное, правильно, наверное, так и нужно делать. Надо себя любить. Чего я-то говорю? Ухаживать за ним, а он и не хочет тебе даже, как говорится, ну, дать статус тебе какой-то, там, допустим, жениться или пакс оформить с тобой. Я же говорю, как-то и странно. Хотя, собственно говоря, ей это тоже не нужно. У ней точно так же есть вид на жительство во Франции, нет проблемы у нее с проживанием. Поэтому она просто чисто хотела бы это, ну, для себя, понимаете, чтобы вот, как говорится, просто быть в статусе. Как женщина уже в возрасте, хочется, чтобы быть замужней или хотя бы в паксе. Вот о чем я хотела вам рассказать. Ну, с другой стороны, это, с одной стороны, это вот такие мужчины, ну, встречаются и попадаются, а с другой стороны, она не теряет, как говорится, надежду, что все-таки встретит какого-то достойного мужчину. Вот. Ну, говорит, буду встречаться, ну, посмотрю, говорит, буду переписываться, ну, что делать? Буду писать, буду встречаться, буду. Она живет в центральной части Франции. Как она говорит, там легче найти мужчину, чем, допустим, здесь у нас вот, в моих вот этих... Видите, у нас тут регион туристический, конечно же, у нас в основном здесь туристы, как бы такие, более-менее, это мужчины, это туристы бывают. А те, которые здесь живут, правильно мне заметили, опять же, правильно мне одна женщина написала, что здесь живут, ну, в основном это люди, как это сказать, писан, это люди сельской местности. То есть это такие простые, абсолютно люди, знаете, они, как говорится, не очень образованные, вот так, наверное, скажем. Ну, не хочу сказать, что они дураки, но они более такие, знаете, простые люди. Вот. Естественно, что так подумать, если так подумать, то человек, людям, как бы это сказать-то, им и женщину нужно искать более такую, знаете, приземленную, простую. Вот. Потому что трудно ужиться с человеком, который абсолютно, знаете, по-разному, под разным углом смотрит на одну и ту же ситуацию. То есть трудно, на самом деле, такие люди, ну, как правило, не уживаются. Вот. Правильно, трудно с человеком разговаривать, предположим, о книгах, если он ни одной книги в своей жизни-то и не прочитал. Вот. Я, конечно, не хочу, как бы, ну, хаять, ругать Жанлюка, вот, допустим, не хочу, потому как он знает много, он знает много из того, что он делает, то, что он там ремонтирует или еще что-то. Он знает больше меня, потому что у него руки золотые, и он все это, как бы, знаете, и дается ему, ну, легко, и это его интерес. Но при всем при этом он не знает ни одного автора практически книг, потому что он в своей жизни ни одной книги не прочитал. То есть фильмы он смотрел там, он даже, бывает, смотрит фильмы, но он не знает, по какой это книге, то есть что-то было, оказывается, раньше-то и книга. Вот. Этого он не знает. Хотя фильмы смотрит, экранизации какие-то там, знаете, смотрит, конечно, знает, вот, а то, что, о чем это, кто это написал, кто это автор, он, как правило, и не знает. Хотя смотрел много, знает много. Вот. Такое, знаете, практика, большая практика. Но, как говорится, вот, знаете, хочется иногда о музыке поговорить, о фильмах, ну, о фильмах, ладно, о книгах поговорить, а эти темы, конечно, ему даются трудно. Кстати сказать, он рисует неплохо сам, что там рисует, он, кстати, неплохо, у него неплохо это получается. Вот. Просто, знаете, как, видимо, в своё время не получил должного образования. Вот. Поэтому, вот, и тут таких много людей. Он не одинок здесь, вот, где я живу. Именно такие люди и живут. Всё правильно мне написали. Это, как бы, ну, сельские жители. Вот. Это не обзывательство, это ничего плохого в этом нет, но это вот. Надо всегда тоже, кстати, наверное, нам это учитывать, когда мы ищем себе, ну, во всяком случае, здесь тоже друга. Но, опять-таки, я уж тут много раз об этом и рассказывала, и говорила. Опять-таки, такие люди, как, допустим, доктора, архитекторы, инженеры, как правило, на сайтах знакомств не сидят. Вот. И они и так, знаете, находят себя, в обществе находят себе пары, как правило. Редко там. Я так, например, таких даже и не знаю, и не слышала. Может, и есть, конечно, может, кто-то и встречает, но это очень-очень редко. Бывает такое, знаете, на сайтах знакомств такие люди, но они, как правило, ищут себе, знаете, какие такие мимолетные увлечения, то есть не длительные или, как они говорят, или лосьонка шеи, то есть или скрытые отношения. Вот. А так, чтобы вот встретить какую-то иностранку, я как-то, слушайте, знаете, даже не знаю, что бы встретил бы, он специально бы искал бы, что-то как-то, не знаю, может, по молодости еще, да, а уже такие возрасти, что-то как-то я не слышала. Вот. Поэтому так просто вот. В общем, сегодня о чем я говорю, потому что подруга позвонила, приятельница, будем так называть, подруги, сейчас, знаете, страшно говорить уже, что подруги. Приятельница позвонила, тоже с ней вот так разговаривались. И вот к тому хочу сказать, что можно, конечно, искать вторую половину в любом возрасте. Как говорится, не запрещено. Вот. Но другой вопрос, что мы там найдем? Вот это вот другой вопрос. Потому что я уже сама, знаете, иногда прихожу в какой-то такой, знаете, ну, наверное, в какую-то уже, ну, в уныне, наверное, от того, что вот ищешь, ищешь, ничего-то хорошего найти-то и не можешь. Ну, жизнь, она и есть жизнь. Вот так получается. Ну, ладно, на этом буду заканчивать мое видео. Просто, знаете, хотела сказать, что я жива, здорова. Все вроде как, ну, здорово-нездорово, но более-менее сегодня мне полегче как-то, знаете, уже получше. Хотя вот сейчас к вечеру начинают у меня, как я уже сказала, костика побаливать. Ну, ладно, пойду я в постель принимать свой доли-план. Парацетамол по-русски. И, наверное, буду спать. Пока-пока. Всех вас люблю, целую и обнимаю. Завтра не знаю, что-то получится у меня или не получится, какое видео будет. Не знаю. Пока. Пока-пока.